Всем привет, меня Вадим зовут. Я работаю в поиске Mail.ru. Вы, возможно, еще увидите меня на других небольших докладах. Я занимаюсь в поиске внутренней разработкой, и у нас есть несколько проектов, в том числе на Перле. Но доклад у меня такой, как Паша сказал, весьма загадочный. Я пока не буду раскрывать все карты. Я и сразу сходу объяснять, о чем пойдет речь. Но по ходу дела мы во всем разберемся. И я думаю, всем будет достаточно весело и местами даже полезно. Значит, называется доклад понтифик. Никакого отношения к доличеству он не имеет, честно. Итак, поехали. Есть такой писатель-фантаст Нил Стивенсон. Возможно, кто-то из вас о нем знает. Он работает в жанре киберпанка и пишет такие полуисторические, полуфантастические романы. Он лауреат престижной премии Хьюга за свои работы. Возможно, кто-то читал книжки. Самый популярный из них, наверное, Snow Crash. О его творчестве в некотором смысле мы сегодня не будем говорить. Как бы странным это ни показалось. Тут я должен предупредить, что сейчас я буду рассказывать об одном из его Нила Стивенсона романов и раскрывать в некотором смысле кое-какие сюжетные повороты. Но я надеюсь, что это никого не обидит и не подведет, потому что его книги, прямо скажем, ценны не сюжетными поворотами. И не думаю, что я кому-то испорчу чтение. Если кто-то за это очень переживает, то надо как-то закрыть уши. Роман, о котором пойдет речь, называется Криптономикон. Возможно, кто-то из вас его читал. Роман вышел в 1999 году и стал для айтишников таким своего рода открытием, потому что там очень много времени посвящено айтишным реалиям. Автор действительно разбирается в том, как и что в айти мире устроено. Роман изобилует всяческими техническими подробностями. В нем реально есть графики, в нем есть формулы прямо на страницах романа. И во многих отношениях для любого айтишника он будет интересен. Книга достаточно объемная, в ней около 800 страниц, но если вы найдете время, прочитайте его, вы не пожалеете. У Стивенсона также есть приквел к этому роману. Это исторический роман, вернее, три исторических романа, действия которых происходят в 17 веке. То есть это такие три тома, называется это барочный цикл, тоже весьма интересно. Хотя уже не совсем на айтишную тематику, но технических подробностей математических хватает и там. Ну и, собственно, к этому моменту наверняка уже практически у всех созрел вопрос, при чем же здесь вообще Перл? И чтобы это понять, мы обратимся, собственно, к первоисточнику, то есть к тексту романа. Рэнди надевает пиджак и галстук. Годятся любые предлоги, чтобы оттянуть время. Поэтому он проверяет почту. Кому? Рэнди собака epifit.com от rootsobaka.eruditor.org. Тема. Трансформация понтифи, как и обещано. Рэнди. Разумеется, вы правы. Как немцы убедились на горьком опыте, ни одной криптосистеме нельзя доверять, пока она не обнародована, чтобы люди вроде ваших друзей попытались ее взломать. Буду очень признателен, если вы сделаете это с понтификом. В понтифик заложены некоторые асимметрии, особые операторы выбора, которые трудно выразить в нескольких элегантных математических строчках. Он почти просится, чтобы его записали псевдокодом. Но зачем сочинять псевдо, если можно написать настоящие? Ниже прилагается программа понтифика на языке Перл. Переменная $D содержит 54-элементную перестановку. Под программой E генерирует следующий элемент ключевого потока, изменяя этим $D. То есть, помимо технических подробностей, формул и графиков, Стивенсон также опубликовал в романе Perl Script. Это он. Это реальный скриншот, скажем так, это скан реальной книжки английского издания. В нем действительно есть Perl Script. Что самое главное, он реально рабочий и реально делает то, что написано. Тут есть некоторые проблемы с набором. Вот, например, вот эта запятая, которая всем ясна, что запятая, потому что у пака два параметра, она выглядит как точка. И что любопытно, во всех электронных изданиях там реально точка. И поэтому просто завести этот скрипт уже было некоторой проблемой, потому что, несмотря на то, что в оригинале он прекрасно работает, с распознаванием текста все достаточно плохо. В русском издании все еще хуже. Например, все переменные $1 перепутаны и распознаны как $L. Ну, потому что, очевидно, наборщику разницы никакой. Там были еще проблемы с кавычками, потому что весь текст был пропущен через стандартное форматирование, и все кавычки стали елочками. Вот, разумеется, вы понимаете, да, вот такими. Разумеется, елочки, ну, Perl-интерпретатор, он как-то их понимает, но не так, как хотелось бы. Вот. И в дальнейший, в общем, рассказ пойдет об этом скрипте. Вот. Тут есть о чем поговорить. Он реально написан в стиле гольфа, то есть он вот такой совершенно безумный. Мы с Павлом хотели, собственно, эту задачу дать для Perl-гольфа, но нам показалось, что это уже решение, что, как бы, вряд ли кто-то сделает еще короче, и это будет неинтересно, поэтому про Perl-гольф потом, но там все будет иначе. Вот. Вот в тексте романа персонаж, который присылает этот скрипт, говорит о том, что в шифре, который реализует, собственно, скрипт, используется 54-элементная перестановка. И у меня вопрос в зале, у меня есть приз правильно ответившему, почему перестановка 54-элементная? Вот. Какие есть варианты? Ну, окей, да, я понял, да, еще есть. Почему? Что 54? Почему именно так? Почему? То есть там другие персонажи этим вопросом действительно задаются. Откуда такое странное число? К чему эта привязка? Никого идеи, нет? Давайте приз же. Так, да, неплохо. Ну, версии Perl-а, 5.4. Ну, кстати, возможно, в то время что-то подобное было. Что-что? Так, я понял. Ну, я думаю, что интереснее всего будет, если мы ответ узнаем тоже из текста романа. Пожалуйста. Вообще-то обед подали час назад. Я подумал, может быть, вы захотите его съесть, пока не появились крысы. Спасибо. Рэнди проверяет, что все окна на экране закрыты. Встает и берет поднос с усыпанного крысиной шерстью пола. Это рис со свининой. Любимое филиппинское блюдо. Иэна Хроуд уже давно пообедал. Он сидит на кровати по соседству с Рэнди и раскладывает какой-то странный пасьянс, временами прерываясь, чтобы записать букву. Рэнди внимательно следит за манипуляциями с колодой, с растущей уверенностью узнавая последовательность действий, про которую только что прочел в старом имейле. Да, то есть те, кто сказал про колоду, были правы. 54-элементная перестановка — это 54 карты в большой колоде с двумя джокерами. То есть количество их раскладок — это и есть 54-элементная перестановка, которую мы можем использовать для шифрования. У меня есть колода в подарок для первого правильно ответившего. Я вот помню, кто это был. А вы читали романы или просто догадались? А, читали. Ну что же поделать. А кто догадался? Ну, хорошо. Правильный ответ действительно сзади. Ну, хорошо. Кто-нибудь может, Паш? Спасибо. Что самое главное? Так, все так и есть. Да, 26 плюс 26 — это 52 и 2 джокера. Да, об этом пишет автор шифра. Как пишет автор криптосхемы, мимо такого совпадения грех пройти. Вот. Ну, теперь я расскажу, как, собственно, понтифик работает. Во-первых, то, что нам нужно знать, что понтифик — это обычный генератор гаммы или там шифр с обратной связью по выходу, по шифротексту. Что такое генератор гаммы? Смысл в следующем. С помощью своего шифра, ну, в данном случае с помощью колоды карт, а в общем случае с помощью вот любого там произвольного генератора гаммы, я генерирую просто некоторый поток букв, байт, там, в зависимости от того, что я шифрую, а потом просто, как вот в начальной школе, складываю по буквам, по модулю и получаю шифротекст. Вот. То есть я открытый текст просто складываю с гаммы. То есть сам генератор, он с открытым текстом не работает вот до самого последнего момента. Причем так, то есть это касается не понтифика, а любого генератора гаммы. Например, наш родной ГОСТ 284789 тоже может работать как генератор гаммы, там, просто синхропосылку шифрует. Вот. И в этом смысле сам алгоритм шифрования, он примитивен. Чтобы зашифровать, я прибавляю к открытому тексту гамму, чтобы расшифровать, я из шифротекста гамму вычитаю. То есть тут все совершенно ревиально, да? Вот. Единственное, то есть шифр поточный, он может по одной букве, он по одной букве в гамме генерирует, соответственно, по одной букве может шифровать. Единственное, что автор пишет, что он говорит, что это дань традиции, он бьет открытый текст на блоки по пять букв и дополняет иксами. А, соответственно, после расшифровки иксы убирает. Что делать, если на конце текста есть иксы, которые являются частью текста, он не упоминает. Ну, видимо, подразумевается, что поскольку вообще шифруются буквы, а не байты, тут есть как бы некоторый такой семантический подход может использоваться, что и так понятно по тексту, что происходит. Вот. Мы разобрались, как оно работает снаружи. Теперь нам нужно понять, как же генерируется сама гамма. Идея в следующем. У меня есть колода, разложенная определенным образом, конкретным. То есть, по сути, то, как разложена колода, это и есть ключ. Такая же колода есть у моего собеседника, и он генерирует точно такую же гамму, чтобы потом ее вычесть. И теперь мы разбираемся, как она генерируется. Я беру колоду, так лицом к себе, то есть вот эта карта крайняя, это верх. То есть открытая картинка, а вот там рубашка. Здесь на картинке карт не 54, но это просто непринципиально. На самом деле в колоде их 54 штуки. В колоде должно быть два Джокера, и они должны быть различимы. То есть мы различаем Джокер А и Джокер Б. В реальности в обычных колодах Джокер действительно различим. Вот у меня, например, в колоде один черно-белый и один цвет-цвет-цветной. Если кто не видит, вы мне поверите на слово, это действительно так. Автор книги упоминает, что в его колоде Джокер есть с маленькими звездочками и с большими звездочками. То есть обычно Джокер различимы. Если в вашей колоде Джокеры неразличимы, вы можете один из них пометить, но вы должны понимать, что если вы хотите скрыть сам факт того, что вы что-то шифруете колодой и носите ее с собой, то достаточно сложно это будет сделать, если карты будут меченые. То есть это вызовет вопрос, если вы каким-то образом от кого-то прячетесь и боретесь с тайной полицией. Итак, первый этап. Я нахожу Джокер А, в моем случае вот этот черно-белый, и перекладываю его на одну карту ближе туда, вот так, как нарисовано на картинке. Это первый этап. Второй этап. Я нахожу Джокер Б, перекладываю его на две карты. Вот так. Опять же, если кто-то не видит, то картинка весьма исчерпывающая, это непринципиально. Тут нужно понимать, что если Джокер лежит в конце, то тогда он перемещается в начало. Причем переход от конца в начало шагом не считается, считается только замена на карту. Также нужно понимать, что пока я просматриваю колоду, у меня есть соблазн перекладывать Джокер Б сразу, если я его нашел первым. Но этого делать не стоит, потому что если он лежит рядом с Джокером А, то порядок, в котором они двигаются, может быть принципиален. То есть если Джокер А и Б лежат рядом, сначала нужно подвинуть А, а потом уже Б. То есть они поменяются в обратную сторону, и вы можете срезать углы, только если полностью уверены, что они разнесены. На третьем этапе я беру колоду до первого Джокера, и кусок колоды до первого Джокера, и кусок колоды после второго. Вот так вот. Раз и два. И меняю их местами. На данном этапе уже не важно, какой из Джокеров А, какой Б, если они будут лежать наоборот, я все равно беру края, и края меняю местами. На четвертом этапе происходит самое интересное. Я смотрю на верхнюю карту колоды и беру ее значение. Значение карт считается просто. Есть большинство мастей. То есть обычно это что-то вроде буби, крести, черви, пики. Вот у меня пики, это значит, я три раза беру по 13, и еще прибавляю значение карты. Ну, значение карты 6, понятно, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще там 39, и того у меня получается 45. Соответственно, я беру значение этой карты. Вот в моем примере значение это 9. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт и подснимаю их, но вот эту верхнюю карту откладываю в сторону и потом кладу снова сверху. Объясню, почему верхняя карта остается сверху. Дело в том, что для криптоанализа нужно, чтобы все операции с колоды были обратимы. Это была задача автора, когда он создавал криптосхему. И если я в этот момент подсниму и карту замешаю, то обратное действие будет невозможное. Если же я ее оставляю на месте, я могу снова посмотреть ее значение, отсчитать 9 карт уже сверху и положить их обратно. То есть это принципиальный момент. Соответственно, если там сверху лежит джокер, понятно, что нет джокеров 52. Если там сверху лежит джокер, какой бы то ни было, они оба 53. Поэтому тогда просто вся колода остается на месте. 54 быть не может, на этом этапе джокеры оба означают 53. И последний, пятый этап, это, собственно, получение, наконец-то, буквы гаммы. Делается это следующим образом. Я смотрю на этот раз на верхнюю карту, беру ее значение, мне вот выпала двойка крести, если я не ошибаюсь, 14. То есть все буби плюс еще одна. И, собственно, раз она мне говорит 14, значит, я отсчитываю 14-ю карту, вынимаю ее и смотрю на ее значение. Вот в данном случае, вот я пятую, первая карта сказала мне, что надо взять пятую, я взял пятую, и это и есть первая буква гаммы, наконец-то. На этом пятом этапе колода не перемешивается. То есть в ней вообще ничего не происходит. То есть я только снимаю показания. После вот этих всех пяти шагов, раз, два, три, четыре, пять, колода приходит в некое новое состояние и готова для генерации следующей буквы гаммы. В результате пять шагов генерирует одну букву. Соответственно, если вам нужно зашифровать какое-то достаточно длинное сообщение, это может потребовать некоторого времени, как пишет автор, в вечер. Вот такое вот условное понятие. Ну и, соответственно, расшифрование занимает примерно то же время. Я действительно пробовал научиться. Если вы наловчитесь, один цикл происходит достаточно недолго, потому что чаще всего джокеры не рядом, их можно быстро подвинуть, тут же поменять. Основная проблема в том, чтобы быстро научиться снимать показания с карт. То есть понимать, что девятка пик — это там сорок столько-то, а четыре буби — это там три. Когда вот этому вы научитесь, все достаточно быстро пойдет. Тут есть еще такая деталь, что иметь две одинаково разложенные колоды достаточно сложно, потому что информацию о том, как разложить колоду, ее как-то еще передать надо. Поэтому есть вариант генерации исходной колоды по паролю, которую, возможно, проще запомнить. Нам понадобится некоторая инициализационная колода, но мы можем считать, что она заранее всем известна. Например, так, как она продается в магазине, когда она по мостям подряд разложена и два джокера сверху. Как генерировать карту по паролю? Мы делаем все те же первые четыре шага, перекладываем джокеры, меняем местами, подснимаем по последней карте, а потом подснимаем по букве пароля. То есть если первая буква пароля говорит 30, то я тоже верхнюю карту снимаю, 30 меняю местами и карту верхнюю кладу. Верхняя карта остается на месте, как и в этом случае, но ничего в этом не означает. То есть вместо вот этого пятого шага, когда я снимаю показания, я еще раз подснимаю по букве пароля. То есть вот это подснятие по последней карте, а там будет подснятие по букве пароля. Ну и наконец-то, я думаю, всем понятно. Какие-нибудь вопросы есть именно потому, как вот так вот это делать? Нет? Все? Ну, в общем, сейчас мы посмотрим, как это делает персонаж романа, а дальше перейдем к первому скрипту. Верхняя карта – восьмерка пик. Пропустив ее и еще несколько карт, Рэнди находит Джокера с маленькими звездочками по углам. По намекам, которые обронил Йенна Хроуд, это Джокер А. Секундное дело – переложить его по следующую карту – трефового валета. Примерно на двух третьих колодах обнаруживается Джокер с большими звездами. Б большой, то есть это Джокер Б. Рэнди перекладывает его на две карты вниз, подпикывая шестерку и бубновую девятку. Сбив колоду и еще раз ее перебрав, он снова находит Джокеров и закладывает их пальцами. В конечном счете большая часть колоды, между двумя Джокерами, считая их самих, оказывается у него между указательным и средними пальцами. Более тонкие нижнюю и верхнюю стопки он меняет местами. Йеннах смотрит и, видимо, одобряет. Рэнди берет нижнюю карту. Это, оказывается, трефовый валет. По секундам размышлений он кладет валета на колени, чтобы не путаться. Согласно мнемоническим символам, записанным на ногтях, числовое значение валета треф равно просто одиннадцати. Он отсчитывает одиннадцатую карту сверху, разделяет колоду и меняет две половинки местами, берет валета с колена и снова кладет вниз. Теперь верхняя карта колоды — Джокер. Как вы могли заметить, в романе «Младшая масть крести», а не «Буби», как я говорил, но, разумеется, это никакого значения не имеет. Главное, чтобы вы со своим собеседником пользовались одними и теми же правилами. То есть 52 карты, исключая Джокеров, могут иметь любые значения. Главное, чтобы они все были разными, от единицы до 52, соответственно. Теперь, наконец, Perl Script. Это вот он же уже правильный, распознанный и точно рабочий. Если кому-то интересно, я могу даже скинуть. Дальше я буду его разбирать по маленьким кусочкам. Я никаких изменений, как бы мне того не хотелось, в скрипт не вносил. Я только расставлял пробельные символы. За это уж меня простите, без этого совсем тяжело. Тут вот, например, замечательное место, которое без подсветки синтексис оказалось мне опечаткой. Это точка с запятой, кавычка, точка с запятой. Ну, на самом деле все в порядке. Одна из точек с запятой, она в кавычках. Ну, поехали. Во-первых, как можно было видеть, там в шибанге написано Perl-S. Кто-нибудь, вот реально, кто-нибудь знает, что такое Perl-S сходу? Кто-нибудь пользовался? Слушайте, это очень хорошо. Реально, я доволен. Хорошо, что этим никто не пользуется. Это такой ключик, он помечен как Deprecated. Он позволяет снаружи установить скрипту переменные. Переменные, соответственно, пакета main, то есть те, которые out. То есть если я, у меня есть программа, которая выводит x, y, z через пробел, логично предположить, что она выведет там что-то типа два пробела и кинет в аргенге. Это не так. Ей через параметры, соответственно, снаружи можно эти переменные установить. Вот в 1, 2, 3 она выведет реально раз, 2, 3. Если вы, когда запускаете программу, ожидаете, что у вас в пакете main переменные не определены, то вот имейте в виду, что иногда могут. Этим пользуется автор. Соответственно, скрипт принимает два параметра. Это d и k. Один из них это, соответственно, нет, собственно, принимает один параметр d. Это дешифровать ли или не дешифровать. Вот. Ну вот, поехали. Значит, первая строчка, все просто. Он проверяет. Если мы дешифруем, то мы вычитаем гамму. Если шифруем, то прибавляем. Это просто коэффициент, на который там потом будет умножаться. Здесь все просто. Дальше числа. Ну, в общем, тут и без этого все плохо. Но я понял, да. То есть, если бы это был гольф, то можно было бы короче. Вот. Дальше берутся числа от 33, от 33 до 86. Это просто печатные символы. Вот. Они паком преобразуются вот в такую вот строчку. Это, собственно, колода. То есть, здесь 54 карты, и у каждой есть вот свой код. Пак, он что делает? Он берет данные, которые в втором аргументе, и пакует их по… Ну, преобразует их по шаблону, который указан в первом. В шаблоне в данном случае сказаны все чары. Вот он берет чары с кодами от 33 до 86. Соответственно, U и V — это два джокера. И если… ну, я могу сразу сказать, U — это джокер A, V — это джокер B. Вот. И, соответственно, дальше вот эта строка — это колода, и дальше регулярками мы будем ее вот так вот мешать, как я показывал с реальной колодой. То есть, будем U там двигать и V куда надо. Вот. Дальше считывается пароль, который просто скрипту указывается уже не с минус S, а вот просто. Вот. И в этом пароле все буквы становятся большими. Вот это Y, я думаю, большинство знакомо, но на всякий случай упомяну. Это то же самое, что TR — это translate. Ему передается набор букв слева и справа, и он попарно их меняет. Y… ну, TR — понятно, это translate, а Y — это из седа приехало. Если кто-то знает, почему Y, потом вы мне расскажете, честно. Я не понял. Тут еще с этим есть проблема. Вот. А дальше мы подготавливаем код, пока складываем его только в переменные, который будет двигать джокеры. Поскольку U — это первый джокер, то делаются следующие два преобразования. Во-первых, вся колода, у которой джокер в конце, меняется на джокер в начале, и это вся колода. То есть если вдруг… ну, почему так делается? Если вдруг джокер у меня сверху оказался, я его просто в начало перекладываю, это ничего не меняет, потому что колода — это как бы кольцо. Это еще не движение на один. Это пока просто перекладывание. Если джокера в конце нет, то ничего не произойдет. А потом я говорю, что джокер и следующая за ним карта меняются на эту карту и джокер. То есть наконец-то я двигаю. Но пока этот код не исполняется, только складывается в переменную. Таким образом, в переменной $U записан код, который двигает первый джокер. А следующая строчка, в переменную $V записывается код, который двигает второй джокер. Просто берется код из первой строчки, и в нем регуляркой уменяется на V. То есть мы подготавливаем код, кладем его в переменную, обрабатываем регуляркой, чтобы получить еще немного подготовленного кода, а потом это все будем и валить. Ну, чуть попозже. Дальше я скакну вниз по исходнику и разберу функции, которые там объявлены. Сначала там объявлены V и W. V — это, по всей видимости, value. Что такое W, я не знаю. То есть она просто так называется. Возможно, это ничего и не означает. Соответственно, функция V просто берет значение карты. Она берет значение карты по ее номеру в колоде. Она находит эту карту в колоде, берет ее код, вычитает 32, потому что мы там от 32 генерили. Получает значение. А потом, если вдруг получилось 54, больше 54, все равно получиться не могут, то все равно возвращается 53, потому что оба джокера — это 53, как я уже упоминал. Функция W, которая, я не знаю, что означает, но знаю, что делает, делает следующее. Она подснимает по своему аргументу. Что в этой регулярке происходит? Вот этот вот первый аргумент, который передали функции. Она ищет столько карт, сколько ей сказали, потом все остальные и еще последнюю. Последнюю она оставляет на месте. Столько карт, сколько сказали, кладет перед ней, и остальные в начале. То есть это вот буквально одна строчка. Доллар D большой — это, естественно, глобальная переменная. Почему нет? Правильно? Соответственно, вот этот четвертый этап, на котором я смотрел на верхнюю карту и по ее значению подснимал, вот так вот, да, это вот это вот W. То есть W — это подснять. Функция E — это, собственно, кодирование. Что она делает? Для начала она и валит у большой в большой. Она перекладывает первый джокер один раз, а второй джокер два раза. Джокер А один раз, джокер Б два раза. То есть это первые два шага. Таким вот одним изящным иволом. Следующий этап — это поменять то, что справа и слева от джокеров находится местами. Но это делается просто. Все, потом какой-то джокер, потом то, что между ними, потом другой джокер, потом все остальное. Ну и все просто, значит, то, что было в начале, кладется в конец, то, что было в конце, кладется в начале, а то, что от джокера и то, что между ними, остается на месте. Дальше мы берем, смотрим значение верхней карты. Напоминаю, функция V. По номеру карты выясняет ее значение. Мы берем это значение и подснимаем по нему. А дальше, в зависимости от значения переменной k, которая означает, что мы сейчас раскладываем колоду по паролю, об этом чуть-чуть позже, мы можем делать две разные вещи. Если k установлено, мы подснимаем по нему. То есть k — это очередная буква пароля. Если k не установлено, а значит, мы не раскладываем колоду, а шифруем, тогда мы возвращаем значение очередной карты. Мы в c кладем, мы смотрим значение первой карты, нулевой. Получаем номер карты, который нам нужно, смотрим ее значение еще одним V. И если вдруг получилось больше 52, повторяем операцию. Поясню, что это значит. Об этом я забыл сказать. Если на последнем этапе, вот на этом, у меня получается джокер, то я просто повторяю итерацию еще раз. Потому что, как заметил наш коллега из зала, букв в латинском алфавите 26 — это ровно половина от 52. И, соответственно, любую карту со значением от единицы до 52 легко привести к букве и просто пополам поделить. А джокеры сюда не ложатся. Поэтому если вдруг получился джокер, мы этот шаг пропускаем. Вот. То есть вот такое вот изящное совпадение, что карта без джокеров как раз ровно два раза латинские буквы — все получается. Если вы хотите это на кириллицу переделать, то так красиво не получится. Получится, что пропускать надо не только, когда джокеры выпадают, но еще и половина колоды добрая. Вот. Соответственно, если больше к 10 и 2, еще раз запускаем е просто заново, а иначе возвращаем те, которые мы вынули. Вот. Ну, теперь как этими функциями пользуется автор. Значит, первая строчка замечательная, она говорит следующее, что для каждой буквы, которая нашлась в пароле, по этой пароле, нужно выполнить вот этот код. Почему выполнить? Ключик е означает, что перед тем, как произвести замену, нужно то, что получилось в правой половине, исполнить. Результат этого исполнения будет положен в п. Но дело в том, что по коду дальше п не используется. Поэтому в данном случае замена авторам используется строго как цикл. Никакого смысла в самой замене здесь нет. То есть это просто цикл по всем буквам, для каждой из которых будет исполнен вот такой код. Понятно, что в доллар-амперсант попадет очередная буква, на ней будет взят ее код, присвоен в k, и на этом значении k будет вызвано e. k в e явно не передается, потому что глобальная переменная, потому что так сделано. Это вот такой наиболее странный момент, как бы странно это ни звучало при таком-то странном скрипте. То есть использование замены в качестве цикла, это в общем такой весьма мощный вход. Ну и наконец-то мы читаем из стандартного ввода текст, который мы шифруем. Берем все буквы латинские, делаем большие, и удаляем те, которые не буквы. Вот это d и c, это такой достаточно хитрый набор флагов, который я ни разу не видел, что кто-то использовал, кроме как здесь, и который в доке весьма туманно описан. Ну, соответственно, d это удалять, а c это комплименты, то есть это дополнение в математическом смысле, то есть все остальные. Все остальные удали. Вот. И в o очередная строчка конкатенируется, o это открытый текст. Вот. Потом в o дописываются иксы, пока ее длина станет не кратна пяти. Ну, это то, о чем я говорил, что по какой-то причине автор хочет, чтобы текст всегда был выведен блоками по пять и дополняет его иксами, если он пяти не кратен. Вот. На этом этапе я хотел бы немного тормознуть с разбором скрипта и рассказать про вот этот замечательный вызов функции с амперсандиком. Вот. Кто-нибудь хорошо представляет, что делает амперсанд в этом случае? Вот для чего он нужен, когда его использовать надо, когда нет. Вот кто-нибудь прям вот четко себе отдает отчет, почему мы стали писать амперсанды там после четвертого перла. Вот. Кто-нибудь. Вот. Вот. Ты хорошо представляешь, я знаю. Я, к сожалению, не слышу. Это, кстати, интересно. Про это я даже, наверное, не знал. Ну, в общем, есть… В общем, есть около 10 причин использовать амперсанд. Я сейчас потихонечку по ним пройдусь, по одной и расскажу, когда, собственно, это нужно, а когда так уже делать не надо. Значит, первый, самый частый способ. Амперсанд нужен для того, чтобы брать ссылку на функцию. Без амперсанда ссылку на функцию взять нельзя. Если вы напишите просто слэш, без амперсанда вы возьмете ссылку на результаты ее исполнения. Ну, если она… Или на bare word, если вам не повезло, если он поймет, что это вообще функция. Вот. Соответственно, если я хочу просто взять ref, я пишу обратный слэш амперсанд. Или если я хочу записать в typeglobe, там синтаксис точно такой же. То есть это на самом деле чуть-чуть другое, но синтаксис такой же. Про typeglobe как-нибудь в другой раз я сейчас не готов углубляться. Также амперсанд используется с операторами defined и undef. Вот. Вот если первый вариант как бы всем нужен и все им пользуются, то со вторым бы я так просто работать постерегся. Вот. Во-первых, ну вообще… Ну, в общем, что касается defined, едва ли вам нужно действительно проверять defined. Чаще всего вам нужно проверять, может ли там быть метод вызван из объекта, вы можете просто дернуть can. В чем принципиальное отличие can от defined? Во-первых, can следует по дереву наследования. Если метода нету в объекте непосредственно, то есть если defined говорит, что его там нету, это еще не значит, что он оттуда не может быть вызван. Есть две основные причины, почему он может быть вызван. Во-первых, он может быть в его родителе, а во-вторых, он может быть реализован через autoload. Если автор модуля молодец, то все, что может быть реализовано через autoload, будет заложено в can. И can вам скажет, что он может то, что может autoload. То есть в некотором смысле can говорит не о будущем, что там реально произойдет, когда вы дернете, а он говорит, он как бы выражает точку зрения автора модуля на то, должны ли вы думать, что там такой метод есть. То есть если автор считает, что вы должны думать, что он есть, can скажет true. Ну если can правильно реализованы. Define же проверяет просто непосредственно наличие в таблице символов запись. Что касается undefe, то это по сути действительно удаление метода, ну удаление подпрограммы. Я слабо представляю, зачем это может понадобиться, но действительно, если у вас ситуация располагает, эта конструкция фактически незаменима. Теперь про то, про что мне подсказывал товарищ из зала. Действительно, если вызывать без скобок другой метод с амперсандом, то он будет вызван на том же стеке параметров. То есть все те параметры, которые были помещены, вот я вызываю бар с параметром 1, 2, 3, они помещаются в собачка подчеркивания, и все те параметры, которые там лежат, они будут вот в неизменном виде переданы в фу, без копирования. То есть это сэкономит нам, если нам это нужно, кое-какие ресурсы на копировании, на действие со стеком, на то, чтобы туда все это разместить. И это может быть действительно полезно в том случае, если вы каким-то образом экономите ресурсы. Но нужно хорошо понимать, что ситуация, в которой это приводит к тормозам, она такая исключительная, и вы должны хорошо себе действительно доказать, что проблема именно в этом. Если вы вдруг передаете в бар просто огромный список, и не хотите его копировать, то возможно вам проще взять на него ref и передавать ref. Честно и старым способом, без амперсандиков. Тут есть еще подводный камень, что если бар сделает, например, shift, то фу вызовется с параметрами 2-3, а не 1-2-3, потому что собачка модифицирована, и она честно передастся фу вот в том состоянии, в каком она осталась, а не в том, каком она была на момент вызова. То есть, к сожалению или к счастью, никакой магии там нет. Вот. Это еще не все. Также собачка используется, ой, амперсанд, используется с конструкцией goTo. GoTo на функцию делает еще больше, чем просто вызов без скобок. Он не просто передает те же параметры, он еще и подменяет в стеке вызовов текущую функцию на ту, на которой я делаю goTo. Да, сразу оговорюсь, никакого отношения к goTo, которое на лейбл, оно не имеет. То есть это вообще не goTo на самом-то деле. И, ну, в общем, к тому goTo, к которому все привыкли думать, это никакого отношения не имеет. Это просто означает, подмени меня в стеке той функции. Обычно это используется в автолоуде, когда я не хочу, чтобы вызывающий в стеке видел, что автолоуд вообще был вызван. То есть я вызываю некоторую там функцию с именем там ABC, ее на самом деле нет. Вызывается автолоуд, он там что-то создает, вызывает то, что создал. И в стеке я хочу, чтобы осталось, остался вызов того, что он создал сразу. без автолоуда. То есть вот эта подмена в стеке с помощью goTo, она вот обычно для этого используется. Других причин, опять же, делать так нет. Если вы будете постоянно вызывать свои функции с помощью goTo в надежде там сэкономить ресурсы, то закончится все тем, что однажды вам понадобится отладка, вы скажете конфесс и увидите, что у вас просто одна функция есть и все. Потому что она себя перетирала бесконечно. Да, я понял. Вот товарищ из зала подсказывает, что если, вернее, мой коллега на самом деле, что если вы по какой-то причине упираетесь в глубину стека при рекурсивном обходе, но на самом деле возврат в функцию более высокую вам не нужен, то есть вы имеете дело с востовой рекурсией, вы можете использовать goTo. Тогда вы просто сэкономите место в стеке, он не будет переполнен. Опять такой исключительный случай, который вы хорошо должны понимать, с чем вы работаете и почему вы именно так делаете. Также вам амперсант понадобится, если вы определили функцию с именем, как какая-нибудь встроенная конструкция перла. Например, вы определили функцию qv. Если вы вызовете qv, это все еще будет конструктор листа просто. Никакая ваша функция не вызовется. Вам понадобится амперсант. Но на самом деле, конечно, вам понадобится не амперсант. Вам понадобится переименовать функцию. Не надо называть функцию qv, даже если вы можете ее вызвать. Вот, то есть, прям нет. То есть это просто синтаксический, я познакомился с синтаксической конструкцией из академических целей, пользоваться ей не надо. Ну и самое интересное, если у меня есть референс на саб, то как все остальные референсы я разоминовываю с помощью сигилов, там типа собачки или доллара, так и референс на саба я могу разоминовать с помощью амперсанда. Однако для этого уже давно есть новый синтаксис, стрелочка пустые скобки. Он делает то же самое, но не привлекая при этом все остальные функции амперсанда, которых, как видите, полно. То есть чем вот эта запись отличается от этой, ну помимо того, что здесь аргументы есть, а здесь нет. У амперсанда есть еще одно свойство. Амперсанд подавляет прототипы. Поясню, что это значит. Есть функция, у меня есть прототип, говорит, что первым аргументом я хочу принять блок. Ну и этот блок будет вызван. Я могу ее вызвать как? Я могу вызвать ее, передав ей, собственно, блок без указания, ну без слова саб в духе мэпа. И он поймет, что это саба, потому что у него прототип. Я могу непосредственно написать сюда саб. Он поймет, что это саб. Все в порядке. Но если я попытаюсь вызвать функцию, передав ей просто саб референс, вот как на предыдущем слайде, вот такой фу, вот так вот доллар фу написать, то она не вызовется. Он мне скажет, что ты знаешь, тут должен быть саб, а ты мне передаешь какой-то референс. И как бы непонятно вообще, на что референс-то ему, естественно. Причем это на этапе компиляции случится. Он не умеет следить, что там происходит. Но бывает такое, что я точно знаю, что там референс на саб, но прототип меня не пускает. Ну в этом случае я могу позвать функцию с амперсандом, и тогда прототип будет подавлен. То есть вызов функции с амперсандом говорит просто забей на прототип, вот тебе параметры, они туда лягут, и дальше, если там что-то внутри сломается, ну как бы это на моей совести. Соответственно, если вы вот так вот вызываете свои функции, на которые у вас есть указатели, вы информацию о прототипах теряете. То есть вы ее не теряете, вы ей говорите, прям проигнорирую ее. Это плохо. Ну плохо в том смысле, что если вы специально так делать не хотите, тогда надо говорить стрелочкой скобочки. Для чего нужно подавлять прототипы? Ну, например, есть функция, которая принимает блок, ну вот такая вот красивая, и она там какие-то проверочки делает по другим аргументам, и немедленно вызывает другую функцию с таким же блоком. И, соответственно, раз у нее прототип блок, понятно, что вот в этом шифте лежит указатель на референс. Это точно, потому что у меня такой прототип. И я хочу дальше просто передать. Если бы у меня не было возможности погасить прототип, то мне пришлось бы объявить внешнюю функцию, в нее положить вызов этой, ну, в общем, чтобы убедить Perl, что там все-таки референс на сабу. Ну, вот есть более простые способы достичь этого. Вот. В общем, вернемся к скрипту, если кто-то еще помнит, о чем мы говорили. Ну, в общем, вот тут автор использует вот эти вызовы с имперсандами. И можете вот хорошенько потом почитать скрипт, понять, что ему они не нужны на самом деле. Вот. Ну, все, в общем, у нас это последний слайд про код, про скрипт. У нас все готово. У нас есть в ООО текст. Нам осталось его только зашифровать. Мы берем из открытого текста каждый символ, берем, значит, очередное значение гаммы, домножаем на единицу или минус единицы, это то, что было вот на первом слайде, то есть шифруем или дешифруем, прибавляем, собственно, сам символ, который попал в доллар амперсанд, приводим его из кода к букве и подставляем в открытый текст. Вот. Ну, про минус 13 это легко понять, то есть 65 это первая буква алфавита, это большая буква. То есть мы вычитаем 13 там, потому что 65 минус 13 это как раз 0 по модулю 26. Ну, в общем, не буду вдаваться в детали, это неинтересно. Потом все иксы в конце удаляются, если мы дешифруем. И потом после каждого пятого символа ставится пробел, вот этот пробел. Ну, это чтобы красиво выводить просто. Ну, и все, и выводим. И в конце ставим переносы строки. Вот. На этом, в общем-то, работа скрипта во всех смыслах завершена. И наш анализ его тоже. В общем, что касается скрипта, я не знаю, кто его писал, к сожалению. Я не знаю, писал ли его автор, писал ли его автор шифра, ну, в смысле, автор романа, автор шифра, или же его писал какой-то третий человек для них. Я не нашел указаний на это. Я не знаю, почему они сделали его таким коротким. Возможно, им нужно было просто поразить читателей, и они, ну, в некотором смысле развлекались. То есть им нужно было просто в книжку вставить код. Ясное дело, что вот через 15 лет какой-то парень прочтет как бы про него доклад, конечно. Еще я читал, что в Нью-Йорке в 99-м году кто-то про него тоже доклад делал. Наверное, все. То есть там человек 300, наверное, во всем мире там. Да. Какой год? Роман в 99-м году издан. Вот, то есть я не понимаю. То есть, возможно, ну, действительно, если бы они написали честный код, он бы занял там пять страниц романа, ну, это было бы как-то некрасиво. А так, там такое аккуратное письмо. Вы можете потом подойти к моей очередной барышне, книжка в руках, посмотреть. Там вот просто такая нашлепка симпатичная. И ты такой, вау, и дальше пошел читать. Естественно, я когда читал роман, я даже вчитываться не стал, потому что, ну, представляете, вот это. Он говорит, это шифрует. А у тебя ни подсветки хинтексы, ничего, и ты только видишь, что там елочки и кавычка между двумя точками за запятой стоит. И никакого даже желания разбираться нет. Но, в общем, эта тема меня так зацепила, что вот решил с вами поделиться. Вот. Ну, в общем, про скрипт на этом все. Все. Теперь мы после небольшой паузы перейдем к… немножко еще поговорим об анализе самой криптосхемы в отрыве от ее реализации на перле. Кому? Рэнди собака epifit.com от countrylsobaka epifit.com. Тема. Понтифик. Предварительный вердикт. Рэнди, я отправил Понтифик в список рассылки тайных обожателей сразу, как получил. То есть он уже пару недель там болтается. Несколько очень толковых ребят проанализировали его на предмет слабых мест и очевидных изъянов не нашли. Все согласны, что конкретные шаги, использованные в преобразовании, малость чудные. Хотелось бы знать, кто их придумал и как, но для хорошей криптосистем это не редкость. Так что на сегодняшний день вердикт таков. Этот рут собака эридитором орг соображает, что делает, несмотря на свою странную зацикленность на числе 54. Кантрел. Да, вот герой романа, который занимается анализом шифра, он поражается двум большим вещам. Во-первых, что за 54? А во-вторых, почему шрифт шифрует латинские буквы? То есть там действие происходит примерно в том же 99 году, и он говорит, как бы так, ну, вопросом шифрования букв занимались только во время войны. Там лет 50 назад. Сейчас все шифруют байты. Понятно, никому не интересно шифровать буквы. Но все дело в том, что шифр – это как раз по роману времен войны, и именно поэтому он шифрует буквы. А колоды используются, потому что, очевидно, сейчас каждый может себе незаметно установить приложение в телефон или даже воспользоваться каким-нибудь веб-сервисом для шифрования чего угодно там вообще. Ну, естественно, своим собственным веб-сервисом. Ну, как бы в 40-е годы этой возможности не было, и, соответственно, колода карт в некотором смысле заменяла карманный компьютер. Вот. Это Брюс Шнаер. Это автор, собственно, криптосхемы, а не автор романа. Он для Стивенсона придумал эту схему. Она называется на самом деле солитейр, ну, то есть типа пассианс. Но в романе она называется «Понтифик», чтобы от читателя до какого-то момента скрыть, что используется колода карт. Точно так же, как я назвал презентацию «Понтифик», а не солитейр, чтобы скрыть от вас, что там используется колода карт. Хотя, как Паша упоминал, был спойлер. Если кто-то читал описание доклада там где-то в марте месяце, то он мог догадаться, что все не так просто. Вот. Шнаер написал приложение к крипто-номикону, в котором описал подробно, как схема работает. Это то, что я вам рассказывал. Правда, ни слова не сказал про Perl Script, к сожалению. И дал несколько советов по его использованию. Первое, что нас интересует, это, собственно, где брать ключ. Самый простой способ – это разложить одинаково несколько колод и раздать всем своим собеседникам. Но с этим могут быть проблемы, потому что колоды кончатся или колоды, может быть, скомпрометированы. И тогда придется от них избавиться и каким-то образом доставить новые. То есть раскладывать колоду, ну, как бы чисто механически, это достаточно большой объем данных. Поэтому второй способ, который он предлагает, это использовать раскладки для бриджа из газет. Я, честно говоря, слабо представляю, о чем идет речь, потому что я особо газет уже давно не читал, особенно тех, в которых публикуют какие-то раскладки для бриджа. Вот, вот, да. Но только по шахматному этюду сложно разложить колоду карт, но можно договориться, да. Я понимаю, там даже клеток больше, 64 штуки. Вот, ну вот, человек чуть постарше, и он понимает, о чем. Вот, соответственно, ну, он пишет, что если вы будете им пользоваться, то нужно быть аккуратным, потому что, поскольку, как он говорит, тайная полиция тоже читает крипто на Микон, и она понимает, о чем речь. И как бы бриджевых раскладок, очевидно, не так много, особенно в современных реалиях, когда есть компьютеры, можно их быстренько там все собрать и просто перебрать. То есть поймали шифротекст, может, у них там понтифик по газете. Опа, точно он. Вот. Ну и, соответственно, последний вариант – это генерация по паролю. Причем генерация по паролю может использоваться как с исходной колодой, так там и с секретной, так и с бриджевой, как угодно. Но вообще подразумевается, конечно, что если мы раскладываем колоду по паролю, то само исходное состояние колоды, оно известно. То есть можно публиковать там в открытых источниках, это не проблема. Но тут, правда, есть другая загвоздка, что автор пишет, что для достаточной безопасности для пароля должно быть порядка 120 символов. Если он будет меньше, то это не даст достаточной безопасности. 120 символов фактически означает, что вы должны совершить 600 действий над колодой, чтобы привести ее в исходное состояние. Ну, в общем, это достаточно накладно. Ну, ничего поделать нельзя, потому что, чтобы зашифровать сообщение длиной 120 символов, придется совершить те же 600 действий. Далее автор дает очень важный совет, который, в принципе, любой уважающий себя криптограф и так должен знать. Если вы работаете с генератором гаммы, любым, даже если это не понтифик, вы ни при каких обстоятельствах не должны использовать одну и ту же гамму два раза для шифрования двух разных сообщений. Легко понять, почему. Если у меня есть два сообщения, зашифрованных на одной и той же гамме, то вычев одно из другого, я получу разницу между сообщениями без учета гаммы вообще. То есть гамма уничтожится и останется просто разница между двумя сообщениями. Дальше, используя статистические методы, поскольку там не набор букв, а там, видимо, английский текст, и я знаю разницу между двумя английскими текстами, легко понять, что это небезопасно. И, соответственно, расшифровав эти тексты, я еще и гамму получу, и все последующие тексты будут вообще взламываться на раз. Есть такой простой метод протаскивания слова, просто чтобы вы понимали, почему нельзя так делать. Если я, например, у меня есть два зашифрованных сообщения на одной гамме, я точно знаю, что в одном из них написано криптономикон. Ну, например, ну, все легко, да, там немцы попадали на то, что они писали в своих шифровках Хайль Гитлер, и за это математики цеплялись и там разворачивали. Ну, вот есть у меня два сообщения, я предполагаю, что где-то там Хайль Гитлер. Я вот так вот его протягиваю по тексту и предполагаю, если это слово здесь, значит, гамма такая. Накладываю на другое сообщение в этом же самом месте, и если я вдруг на этом месте увидел английский текст, значит, я угадал. Значит, здесь это слово, там то слово, значит, я уже знаю несколько букв из гаммы, значит, я примерно представляю, в каком состоянии колода могла находиться, ну, и разворачиваю все дальше. Вот. То есть использовать гамму два раза ни в коем случае нельзя. Дальше Шнайер дает еще несколько советов по тому, как делать вид, что вы вообще не пользуетесь средствами шифрования. То есть он пишет, что вообще придумал всю идею с колодой, лишь потому, что она не вызывает подозрений. То есть если вас задерживает тайная полиция, у вас в кармане колода, ну, как бы, ну, всякое бывает. То есть они, конечно, читали крипто на Мико, но, блин, ну, колода, ну, тут не прикопаешься. Реально говоришь, там, люблю пассианс раскладывать. Именно поэтому метить джокеры плохая идея, потому что если у вас просто колода, это одно. А если у вас колода с меченными джокерами, это уже совсем другое. Потом Шнайер предупреждает, что если вам нужно, к вам там ломится в дверь тайной полиции, вам нужно срочно колоду перемешать, то делать это, подбрасывая ее вверх, идея плохая. Ну, во-первых, это очень сильно вас выдает, а во-вторых, колода при этом очень плохо перемешивается. В принципе, Шнайер вообще пишет о том, что для качественного перемешивания колоды, как он говорит, необходимо перемешать ее не менее 10 раз, потому что, ну, люди обычно плохо мешают карты. Ну, я слабо понимаю, что такое 10 раз, в том смысле, что где начинается одно перемешивание, где заканчивается другое, вот это вот одно или это только половина. Вот, поэтому, ну, как бы в современных реалиях я бы рекомендовал просто генератор какой-нибудь использовать и по нему раскладывать. Это вполне себе перемешивание. Но это может оставить следы, нужно понимать. Вот. Да, ну, соответственно, Шнайер говорит, что, насколько ему известно, насколько он понимает, сама схема достаточно надежна, но, возможно, кто-то ее когда-то и взломает. Прямых указаний на то, как с ней дела идут, я в интернете не нашел. Ссылки, которые дает Шнайер в книге, к сожалению, уже не работают, потому что прошло 16 лет. Вот. Но, насколько я понимаю, схема так или иначе уязвима. И если вы собираетесь заниматься, в общем, чем-то сильно секретным, и у вас нет возможности по какой-то причине использовать технические средства, то, возможно, это ваш вариант, но нужно понимать, что он не так надежен, как может показаться, и при достаточном количестве денег у атакующего, в общем, вы можете себя подвести. Вот. Ну, в принципе, на этом у меня все. Я бы хотел поблагодарить двух барышень, которые помогали мне. Это Пуштая Екатерина, которая работала наратором. И Анну Ефремову, которой, к сожалению, сегодня нет, вот, она помогла мне сделать замечательную презентацию не в духе черной буквы на белом фоне, вот, за что я ей безмерно благодарен. Надеюсь, еще удастся как-нибудь ей все это показать. Вот. Да, я, в принципе, готов к вопросу. Раз-раз. Друзья, пожалуйста, поднимайте руки, я буду подходить с моим микрофоном для вопросов, чтобы зрители в трансляции тоже нас слышали, ну и чтобы это осталось на записи. Вадим, вот такой вопрос. Вот ты говорил, что если Джокер попался на последней стадии, да, то мы снова перебрасываем, а там как-то доказывается, что нет циклов, то есть что мы потом снова на Джокера не будем зацикливаться и попадать все снова и снова. Интересный вопрос. Давай взглянем сейчас. Вот если сходу, может быть, что-то в голову придет. Если у нас здесь Джокер, и мы потом его там подвинули, поменяли. Вообще, интересный вопрос. Доказывается ли, что там вообще нет циклов? То есть может быть после всех этих перетрубаций и мы просто попадем. Насколько я понимаю, вот эта вот история с тем, что последняя карта остается в конце, она именно для этого. То есть поскольку для каждого состояния колоды есть его предыдущее и последующее, автор каким-то образом, он там буквально вскользь упоминает, что типа эта карта нам нужна для обоснования стойкости. То есть действительно, да, интересно было бы узнать, если взять все состояния и соединить их в граф, получил ли я одно огромное кольцо или получил ли я несколько колец? Или что хуже, ну в общем, если кольца совсем маленькие, например, там из трех или, как ты говоришь, вообще из одного элемента. Ответа на этот вопрос у меня нет, к сожалению. Но мне что-то подсказывает, что там одно огромное кольцо, что автор об этом позаботился, потому что, ну иначе… Ваня, 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 подожди. Тут проблема в том, что не только на запись вопрос не попадет, и я его даже не услышал. Теорема перестановка говорит, что если мы тасуем любое множество каким-то одинаковым способом, то мы получим это же самое множество в том же самом порядке за конечное количество перестановок. Нет, понятно, что когда-то… То есть вопрос в том, что вот у меня есть 54 факториал состояний, и я хочу, чтобы в идеале мой граф выглядит как 54 факториал нот, связанный в одно огромное кольцо. Это было бы идеально. Но понятно, что когда-то я получу после 54 факториал шагов максимум, я точно получу такую же колоду. Другого выхода у меня просто нет. Деваться-то некуда, новых состояний не появится. Вопрос в том, что если это одно огромное кольцо, все шикарно. А если это 54 пополам факториал колец из двух вершин, это очень плохо. То есть если я любую колоду превращаю в соседнюю и снова в такую. И у меня нет ответа на вопрос, действительно ли это один огромный кольцевой граф, и это хорошо, или это куча мелких, и это плохо. Но насколько я понимаю автора, он позаботился о том, что если ты не один, то по крайней мере несколько больших. Ну что же, если вопросов больше нет, Вадим, спасибо большое. Пожалуйста. Ну на этом не все. Вадим с нами не прощается. После такого доклада, в котором даже в книжке уже был гольф, мы не смогли обойти Вадиму вниманием. И он в принципе… Мы сперва с ним думали, может быть, сделать задачу на основании того, что вы видели. Но действительно, как он упомянул, там уже и так настолько все загольфировано. Но Ваня вот нашел еще способ сделать еще, короче. Ну может быть там где-то еще есть, но в принципе интересной задачи мы не нашли. А потом Вадим пришел и сказал, есть у меня любимая задачка старая, и можно с ней поиграться. Сейчас он более подробно расскажет о гольфе, который мы предлагаем вам… с которым мы предлагаем вам поиграть на всех… в течение этих двух дней. И в конце, завтра подведем итоги, наградим вас призами, но о которых я расскажу чуть попозже. Так, ну в принципе, если кто вообще не в курсе, Perl Golf это такая безумная игра, в которой задача состоит в том, чтобы реализовать некоторую программу, но с тем условием, чтобы в ней было настолько мало символов, насколько это возможно. Единственное, что не считается шибанг, то есть если у вас вдруг путь до перла на системе длиннее, ничего страшного. Но считаются ключи к шибангу, потому что если бы их не считать, можно написать минус е, тратата и все. То есть самое главное, чтобы после этих двух дней игры в гольф у тех, кто будет играть, эта привычка не посочилась в продакшн, вот это очень важно, я заранее всех прошу, пожалуйста, не делайте так. К нам приходят люди, говорят, ваш язык плохой, посмотрите, какой безумный код. Мы говорим, при чем тут язык, кто это писал, приведи нам его. Значит, задание опубликовано на, ну в общем, на моем гитхабе, то есть можно легко найти там, вот Вадим Пуштаев гитхаб, можете набрать, и Паша сейчас разместить новость на сайте EPSRush, где даст ссылку на этот гитхаб. Смысл в следующем. Давайте я покрупнее сделаю. Значит, у вас есть скрипт, которому передается два интогов параметра. Это ширина и высота матрицы. Нужно эту матрицу заполнить вот так вот по спирали по часовой стрелке числами, начиная от одного и инкрементируя их. Примерно вот так. Но мало того, что ее надо заполнить, ее нужно вывести. И это, собственно, я думаю, половина задачи. Вывести нужно так, чтобы числа были в каждой колонке выровнены по левому краю, а между колонками расстояние было строго один пробел в самом широком месте. То есть вот здесь вот один пробел, а, соответственно, в остальных колонках ну сколько потребуется, чтобы выровнять по левому краю. Если пробел будет больше, это неправильно. Пробелу в конце строк быть не может. Перенос строки после каждой строки, в том числе после последней. Вот. Соответственно, ширина и высота могут быть любыми. Начиная от 1.1, заканчивая достаточно крупными числами. К скорости Perl Golf обычно требований не предъявляет, но ваша программа должна работать за какое-то разумное время. То есть мы там 18.30 завтра закроем прием, и если ваша программа до 7 часов не отработает к награждению, то, к сожалению, просто не удастся выяснить, работает она вообще или нет. Мы ни на каких безумных тестах, там типа миллиард-миллиард, прогонять не будем. Значит, в репозитории есть тесты, все устроено так. Вы кладете в каталог solutions свои решения и зовете просто, зовете, зовете, вот такую строчку, ну тут в принципе написано, и можете проверить свое решение. Вот. Если там в тестах вдруг какие-нибудь ошибки, то вы не стесняетесь и можете мне там пул реквестами их просто туда присылать. Я все исправлю. Потому что всякое бывает. Вот. В solutions уже есть два решения. Вот. Одно это мое. Оно вот такое. Оно ничего не выиграет, понятное дело. Потому что тут строк, скорее всего, больше, чем символов будет у победителя. Вот. И есть еще тут для теста. Вот еще наш коллега тут дописал. Ну вот это он просто, это такой своего рода пример того, как выглядит программа на гольфе. Но он специально не старался, чтобы победитель отсюда как бы ничего не смог взять. Здесь слишком много всего. Вот. Ну если вдруг окажется, что это самое короткое, ну это невозможно. В общем. Он специально не старался, просто чтобы привести пример. Вот. Соответственно, в каталоге T, как я упоминал, если лежит тест, здесь есть тест-кейсы, вот их можно прям посмотреть, что вот 1.10 вот так выглядит, там 10.1 так, тра-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Ну, я думаю, все разберутся. Вот. Значит, как мы принимаем решение? Тут написано, мы, вы свои файлики, пожалуйста, никуда не коммите в публичные места и тем более pull-request мне не присылайте, потому что тогда любой зайдет, увидит pull-request, возьмет ваш скрипт, вот, как товарищ с последнего ряда чуть-чуть оптимизирует в одном месте, вот он знает, просто классный хак и украдет ваш приз. Вот. Поэтому вы их держите питание, шлите на наш адрес, специально для этого дела, зарегистрированный, вкладывайте, пожалуйста, аттачментами свои файлы, чтобы не было такого, чтобы мы накопировали лишних пробелов, называйте его, пожалуйста, как ваша фамилия, там, имя, отчество, .pl, латинскими буквами, там, без пробелов и без переносов строк. В имени файла можно переносить строки, но все равно не надо. Вот. Решение принимается до завтра, до половины седьмого. Вот. То есть, увы, все, что причете позже, мы, к сожалению, уже не можем проверять, потому что нам нужно будет выносить решение. Ну, в общем, по условиям вроде бы все. У кого-нибудь есть вопрос по поводу скрипта, что он конкретно должен делать еще раз, подробно, нет? Ну, отлично. Да, еще, в принципе, была такая история, что мы принимали вот на Moscow.pm программы не на перле, но как у нас сегодня с этим? Наверное, у нас слишком перловые. Да, сегодня мы будем только на перле. Да, да. Ну, потому что, ну, как-то совсем нехорошо. Просто в прошлый раз выиграл рубист, просто потому что в его языке оказался метод, который фактически решает эту задачу. Ну, то есть просто так вот сложилось, что пока перловики думали, как бы получить все перестановки, чувак сказал точка permutations и получил. Было неловко. Поэтому, ну, вот так вот. То есть понятно, что остальной код у него там был в два раза длиннее, но точки permutations ему хватило, чтобы выиграть. Вот. Собственно, по условиям все. Я думаю, вопросов нет. Ну, и поскольку у нас еще время осталось, у нас есть такая, как это называется, традиция. мы рассказываем про PerlSecret. Есть такой, ну, как бы такая дока, в которой автор описывает, как бы секретные операторы Perla, которые, разумеется, являются просто набором, ну, комбинации существующих и всем известных операторов. Вот. И, в общем, мы потихонечку о них поговорим, насколько нам времени хватит. Я думаю, все будет хорошо. Вот. Вот он здесь предупреждает, что пожалуйста, не в продакшен, пожалуйста. Вот. Вот. Ну, поехали, что. Это Венера. Все понимают, что делает Венера. Вот. Она преобразует строку в число. Вот. Настолько хорошо, насколько это возможно. Вот. Ну, понятно, что просто при сложении entire числа должны получиться. Вот. Ну, вот он и получается. Вот. Вот эти примеры, что если там на хвосте какие-то нечисленные символы, они отрезаны будут. Вот. Если там что-то с E написано, оно поймется. Вот. Если там вот написано что-то вроде 2 цента, то ничего не случится, будет ноль. Вот. И вот он тут предупреждает, что вообще там overload может вызваться, когда вы это делаете. Так что эффекты будут совершенно потрясающие. Вот. Есть следующая штука это baby card. Ну, кстати, вот baby card очень-очень редко, но реально нужен. Логика в чем? Мы не можем заставить… Ну, в общем, если мы хотим заставить интерполироваться произвольный код внутри строки, то мы просто прикинемся, что это такой массив. Скажем, смотри, у нас есть массив. Вот. Где там? На, ну вот, собачка. А в фигурных скобках мы поставим квадратные, напишем туда что угодно, вообще любой код, он в этот RRF заполнится, разумеется и подставится. Вот. То есть на самом деле это просто комбинация создания анонимного RRF и его разумеевания. В некоторых языках, например, в злосчастном RRUBY вся интерполяция так работает. Типа там решетка, фигурная скобка, любой код. Ну вот, как бы, в первые тоже есть такое, называется baby card. Вот. Возможно, вам это пригодится. Ну, два обстоятельных знака тоже порой встречаются в продакшене. Это просто верни булевое значение. Понятно, то есть берется любое значение, сколь угодно полезное, к ним применяется обстоятельный знак, оно возвращает уже бул, но противоположный, поэтому пишем еще один обстоятельный знак, чтобы снова вернуть бул тот, который нужен. Вот. Соответственно, undef это false, а string это true. А, ну и как мы знаем, true и false-то нет, поэтому единица и пустая строка. Вот. Дальше эскимогритинг, который куда-то делся, это две вот такие фигурные скобки. Тут что-то у них с докой случилось. В чем суть? Когда вы пишете, ну, вызываете первое с ключами типа минус p или минус n, как вот здесь вот, он оборачивает всю программу в while с фигурными скобками. Тут интересно то, что он не делает вид, что оборачивает, он реально оборачивает. Если вы скажете минус modiparse, вы реально увидите, что к вашей программе просто прикликотинировали кусок с начала и кусок с конца. Вот. До того, как она интерпретируема. Соответственно, если у вас внутри невалидный код, то это еще не значит, что он останется невалидным после того, как к нему припишут while с открывающейся фигурной скобкой и закрывающейся с начала и с конца. Поэтому, если вы поставите, вот, 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 исполните вот такое, этот невалидный перл-код, понятное дело, то после оборачивания while он станет валидным, потому что while, там, минус p, например, допишет туда там свой print, while что-то там закроется фигурной скобкой, которую я поставил первый, а потом откроется вторая, в ней сделается print, и она снова закроется. То есть это будет, по сути, while, а потом еще do. Вот. Называется он Eskimo Gritting, потому что это похоже на приветствие, вот, Паша рассказал, двух эскимосов, они там вроде носами касаются, чтобы поздороваться. Вот, мне больше нравится alternate nickname Butterfly. Это, по-моему, гораздо приятнее. Вот. Ох, что-то случилось. Они все сломались. Сейчас мы попробуем еще раз. Опять сломать. Вот. Ну, короче, это оператор вот такой вот две волнушки. Он, короче говоря, делает примерно то же самое, что скаляр, как пишет автор, и экономит четыре символа. Вот. Ну, действительно, в общем, если вы на гольфе и вам нужен реально скаляр, вы можете такую штуку сделать, потому что это там битовое отрицание, оно требует скалярного контекста, вы возьмете то, что вам нужно в скалярном контексте, но, к сожалению, ну, в общем, обращенное. Но вы еще раз его обратите и получите то, что надо. Вот. Причем, более того, скалярный еще, небось, в некоторых случаях пробел после себя потребует, а эта штука нет. Так что можно даже пять символов сэкономить и получить заветные призы, о которых вам вот-вот расскажет Паша. Вот. Называется он, в общем, я даже затрудняюсь перевести. В общем, какой-то червь, который вот еще бывает на палочке. Вот. Вот. Эта штука… В общем, вот так вот она выглядит. Она делает безумные вещи, она уменьшает число на единичку. В общем, там это связано с битовым представлением. В общем, если вы в это, ну, вы если в это вникните, я сейчас не готов просто объяснять это слишком жестоко, но действительно, посмотрите, да, то есть если вам нужно получить значение уменьшенное на единицу, не уменьшая его, вы можете вот так вот сделать и сэкономить там какие-то символы. Ну, это скучный оператор на самом деле совершенно. Вот, например, космическая станция гораздо веселее. А почему это лучше, чем плюсик? Да, вот написано, что это, в принципе, та же Венера. А, но у нее другой приоритет. Да. Вот. Дальше идет оператор, который я пропущу, потому что, в общем, я не рекомендую гуглить. Главное не гуглить. Вот. Во, вот это вот отлично. Вот эта штука, ну, на самом деле, даже по ее виду понятно, что она делает. Она читает из из TDAI на строчку и сразу, ну, вернее, не из TDAI, а вот из этого, из нашего Даймонда любимого. Он не всегда из TDAI читает, иногда из файликов. Вот. И применяет к нему регулярочку. Вот. То есть она вот таким вот образом можно очень быстро набить себе массив. Вот. Но в нашем случае вы из TDAI ничего не читаете. У нас вот такая задача в этот раз совсем примитивная. То есть два параметра только. Их можно вынуть шифтом, как вот я показывал. Или если кто-нибудь придумает еще что-нибудь побыстрее, можно и побыстрее. Вот. Ну, кайт, понятно, это вот тот же скалер, который мы обсуждали только с Даймондом. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Я ссылочку сейчас Пашу попрошу. Он обязательно разместит ее в новости. Я сейчас, ну, в принципе, если вы загуглите просто PerlSecret, вот, то вы получите ответ на вопрос, который вас интересует. Ну, на моей практике, вот в прошлый раз, когда товарищ рассказывал, как он делал свою, свой PerlGolf, как он там получил свои, там, сто с чем-то символов, нельзя сказать, что он как-то вот прям взял, открыл эту доку и что-то такое там. Вот он такой, ох ты, Enterprise. И все, и свои проблемы все решил. К сожалению, так не вышло. Вот. Ему приходилось более хитрые понятия решать. Например, ему нужно было переменное, у которой там какое-то инсталляционное значение, типа там единица или ноль, или даже какое-то более, экзотическое. И он такой решил, ну неужели не найдется в Perl переменная, в которой уже есть мое инсталляционное значение. И он там перебирал по доке, тут просто совет, и нашел какую-то служебную переменную, которая модифицируемая оказалась, что его вполне устраивало. А, это была переменная номер строки. Вот. Ему нужна была двойка. Он во второй строчке взял переменный номер строки и, оказывается, в нее можно было что-то записать. Записал, считал. В общем, все у него получилось замечательно. В общем, проявляйте фантазию, пишите нам. У нас все получится. Продолжение следует...